Понимание проблем абсолютное, желание помочь сильное. На связи тот, кто привык оказывать помощь в буквальном смысле. Главврач Брестской областной клинической больницы и член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий. Человек, который не просто слушает, но и слышит проблемы людей. Его избирательный округ – это Брест и Каменецкий район. Из областного центра поступает меньше вопросов, исправно работают городские власти, больше всего обращений из Каменецкого района. Город Каменец – это город, где я родился и вырос. Моя малая родина, поэтому это одна причина. Второй округ – это город Брест. Здесь выросли и растут мои дети и мои внуки. Поэтому все проблемы, которые касаются всех их, я имею в виду жителей Каменецкого района, жителей города Бреста – это и мои проблемы. Потому что по-другому быть не может. Где можно отвечать? Отвечаем сразу. Где нет? Особенно вопросы жилищно-коммунального хозяйства по Каменцу. Там и ремонт дорог, и придомовое хозяйство, придомовые участки. Это и стоянки возле социальных объектов. Кое-что уже выполнено. Нам ответы пришли, что выполнено. Кое-что еще находится на этапе исполнения. Но мы за этим следим, потому что при выездах в Каменец мы проезжаем по тем проблемным вопросам, которые нам ставят жители города Каменца. По ту сторону телефонной трубки звучали разные обращения. В основном сегодня люди беспокоятся о благоустройстве дворов, спрашивают о коронавирусе и принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции. Блок вопросов посвящен теме здравоохранения. Кто-то в своем обращении четко обрисовал суть проблемы. Кому-то понадобилось много времени, чтобы изложить ситуацию. Так или иначе, трубку Александр Карпицкий не кладет, пока сам не разберется в тонкостях возникших проблем. Практически все вопросы завязаны на финансах, в основном, глобальные. Есть, конечно, мелочные вопросы, которые решаются сходу, но в целом это деньги, планы, проекты, не все возможно решить. В то же время мы, например, за эту сессию, которая идет, мы собираемся практически каждый месяц на то, чтобы утвердить закон. Было принято или одобрено было пять законов, было принято 14 международных актов. Александр Карпицкий является профессором, доктором медицинских наук и успешным руководителем. Он не скрывает, что работа в парламенте несет серьезную дополнительную нагрузку. Но все это окупается. Ведь парламентская деятельность помогает отстаивать интересы Брестской областной клинической больницы и решать проблемы. Я надеюсь, что, пользуясь трибуной парламента, я смогу убедить, например, кого-то, кто решает вопрос о дальнейшем развитии нашей больницы, чтобы закончить то, что мы планировали 10 лет назад. Потому что у нас по областной больнице произошла такая ситуация, что мы программу утвердили, но из-за финансового неблагополучия, каких-то неурядиц финансовых, она приостановлена. И на сегодняшний день она до конца, эта программа не доведена. Я хочу, пользуясь вот этой трибуной, может найти какие-то деньги, возможно будет найти какие-то деньги, может найти каких-то спонсоров, инвесторов, для того, чтобы построить еще корпус и закрыть вопрос по реконструкции Брестской областной больницы. И, кстати говоря, первый серьезный шаг в этом вопросе сделан. Уже отправлены документы в Департаменты гуманитарной помощи Управления делами президента Беларуси для возможности участия Брестской областной клинической больницы в финансировании спонсорских средств из Объединенных Арабских Эмиратов.